здравствуйте я приветствую вас прямом эфире ждем пока все подключаются буквально две минутки здравствуйте напишите пожалуйста видно слышно я понимала что мы можем начинать привет все отлично здравствуйте рада вас приветствовать давно и не выходила в эфир надеюсь что вы соскучились за мной также как я за вами сегодня тема у нас будет замечательная новинка мы с вами поговорим о твердой гелевой системе о новинке нашей это три скульптурные геля сейчас разверну камеру все покажу и подробно расскажу на самом деле материал на мой взгляд не нуждается в какой-то рекламе потому что я уверенному мастерам он зайдет и очень понравится красивые оттенки яркие шиммерные новогодние которые позволят сделать прекрасный маникюр вашим клиентам к новому году им после него также так но еще раз всех приветствую рада что вы присоединяйтесь и всем привет привет так девочки но я разворачиваю камеру еще секунду так ну поехали наши новинки это три скульптурных геля предназначены для моделирования искусственных ногтей это гель хала люмен гель flicker от всей нашей предыдущей гелевой линейки эти продукты отличаются абсолютно самостоятельностью так как имеют прекрасную жесткость и позволяют нам моделировать без применения дополнительного материала в качестве подложки то есть этот гель предназначен и для удлинения свободного края и для укрепления на если например поговорить о нашей базовой линейки софт нудом или софт пинком то ну ты пинг будет более мягким в сравнении с этим материалом и например полноценного длине свободный край мы не сможем здесь мы вывели такую новую формулу это прекрасное сочетание когда из одной баночки вы можете и удлинить свободный край выполнить укрепление то есть работая при этом одним гелем из флакона то есть ничего дополнительно в качестве подложки какой-то дополнительной жесткости вам не потребуется гель хала имеет прозрачную основу очень хорошая удобная текстура комфортная вязкостью материала я бы сказала что они более густые чем все наши текущие гели это подойдет мастерам которые делают удлинение наращивание делают большую длину то есть фактически с одной капли можно выложить большое удлинение выстроите толщину и также подойдут мастерам которые являются только новичками которые только начали свой путь в мире маникюра и соответственно им будет легко материалом работать так как он не растекается то есть очень-очень комфортный но при этом декоративные элементы в геле в самом непосредственно они очень хорошо в текстуре утопают хорошо разравниваются выкладываются на поверхности то есть работать и максимально комфортно потрясающе красивый оттенок блестит сияет просто просто огонь следующий оттенок этот цвет люме посмотрите он красивый розовый с таким с легким легким шиммером то здесь мерцание такое более нежное небольшой шиммер внутри в составе присутствует красивый розовый оттенок тоже потрясающе смотрится на ногтях также этим гелем вы можете и удлинить свободный край и выполнить выстроить сверху архитектуру и выполнить укрепление натуральных ногтей и следующая новинка это гель flicker посмотрите здесь также прозрачная основа то есть а за основу берется прозрачный материал в котором различное количество декоративных элементов они сияют разными цветами переливаются от золотого к серебряному и розовый и зеленый то здесь огромное огромное количество шиммера ногти получаются великолепные сияющие и при этом очень прочные я сегодня выполню удлинение возьму гель flicker так как моя модель попросила именно его использовать я подготовила ноготок один сделал легкую аппаратную обработку и убрала длину чрезмерную длину свободного края для постановки формы по технологии мы работаем в классической гелевой системе то есть принцип работы у нас ничем не отличается от нашей технологии предыдущей на этапе подготовки нам необходимо обезжирить ногтевую пластину при помощи евроклинсером это делаем обезжириваем поверхность для дополнительного обезжиривания особенно если у клиента влажная ногтевая пластина мы используем nail prep это дегидратант он подсушивает ногтевую пластину и выводит остатки влаги масел из ногтевой пластины из пазух из складок заднего валика особенно если клиент перед визитом в холодное время года да это очень актуально если клиент наносил какое-то увлажняющее средство на руки то есть для дополнительной подстраховки мы дополнительно ноготок подсушиваем ждем пока он испарится на воздухе следующим этапом на поверхность ногтевой пластины мы наносим ультрабонд ультрабонд препарат грунтовочный праймер он отвечает за прикрепление к ногтевой пластине базового покрытия наносится тонко без нахлёстов в один слой также испаряется на воздухе не требует просушки в лампе дополнительной в течение буквально там минутки мы даем ему испариться на воздухе и далее уже можем наносить базовое покрытие еще раз повторюсь новая линейка у нас скульптурных гелей соответственно работа работаем мы в системе трехфазной мы работаем в таких этапах наносим базу потом наносим скульптуру и потом сверху покрываем финишем так вопросики пошли я отвечу когда мы закончим эфир я пролистаю и отвечу на вопросы хорошо сейчас следующим этапом мы наносим супербонд немножко отвлеклась на вопрос в качестве базового покрытия под гелевую систему мы рекомендуем конечно использовать базу которая предназначена непосредственно для гелевой системы но также вы можете использовать и бейс гель из гель лаковой системы если вы видите что ваши клиенты хорошо на него реагируют если у клиента ноготки влажные то здесь скажем так на усмотрение мастера я использую супербонд супербонд достаточно обращу ваше внимание что он такой достаточно жирный и на кисти его очень много поэтому когда я вытаскиваю кисти с флакона я горлышко ее очищаю и наношу супербонд тонкими движениями втирающими вбивающими то есть я его фактически втираю в поверхность ногтевой пластины не просто нанесла вот такими вбивающими движениями распределила по поверхности для более глубокого проникновения и для наилучшего прикрепления дальнейшего материала нанесли супербонд отправляем в лампу на просушку далее нам понадобятся формы формы для удлинения свободного к форму я использую одноразовую форму имеет клейкую основу за счет которая фиксируется на пальчики форму снимаю с поверхности а можно прикрепить окошечко для жесткости до этого наносили базу не поняла вопрос да нанесла я базу я нанесла супербонд сейчас если вы немножко пропустили я подклеиваю окошечко для жесткости до такого привычка выработанная годами мне больше нравится когда форма имеет такой более жесткий каркас хотя наши формы сами по себе достаточно жесткие далее я понимаю что у меня у клиента есть линия гипонихия я не могу сказать что она чрезмерно выражена дай пальчик но тем не менее гипонихии вот видите он присутствует поэтому для более корректной постановки формы чтобы у меня вот в уголочках не образовывалось пространстве зазоров и не образовывалось трещина соответственно окошечко формы мне нужно немножечко углубить для более корректной постановки форму я скручиваю поперечном изгибе пользоваться на себя вот так чтоб в центре мы были скручивая в поперечном изгибе скрученном состоянии завожу под углы вставляю середину контролирую до что форма у меня хорошо и качественно прилегает верхние боковые части развожу стороны фиксирую сбоку пальца вот я форма зафиксировала теперь мне нужно склеить нижние боковые части модель очень стараются и очень сегодня нижние боковые части склеиваются стык стык таким образом чтобы у нас не было видно нахлёст а это обеспечивает симметричную и ровную поперечную арку в нашем дальнейшем моделирование далее мы приступаем к зауживанию формы но соответственно форма доставится по критериям зависимости от того какую форму свободного края предпочитает ваш клиент то что вы будете моделировать там будет ли это квадрат будет ли это мовал миндаль и так далее я делаю небольшую длину ну скажем такого зауженный овал не могу сказать что это будет прям явно выраженный миндаль устанавливаю форму контролирую установку соответственно форму и устанавливаю с легким наклоном вниз и обязательно разворачиваю пальчик ленты сейчас выйду из кадра для чего мы это делаем для того чтобы центральную ось центральная ось у нас никуда не уходила то есть при разворачивании кисти мы регулируем постановку формы относительно центральной оси по концевой фаланге пальчиком и ориентируемся удобно комфортно не давится все хорошо так далее мы берем гель который мы выбрали в данном случае это flicker смотрите можно работать в общем то есть одной капли то есть взять достаточное количество геля и распределить его сразу и по длине и на ногтевое ложе я пойду двумя этапами то есть в принципе всего очень сильно спешите вполне себе удобно так сделать за счет того что материал имеет прозрачную основу он просто идеально просыхает даже в большую толщину то есть можно не бояться я двумя этапами пойду для того чтобы работа была более более аккуратной я сначала выложу удлинение в зоне свободного края я выложила капельку материала я стыкую его с свободным краем слегка заходя на поверхность сильно не наваливаю просто немножко захожу на поверхность с одной стороны распределяю также распределяю другой стороны подхожу полностью к вросту к ногтевому боковую линию опускаю с запасом на опил немножечко все-таки запас нужно дать и таким образом распределяю на то чуть чуть ниже то фокус на свободном крае переливается свободный край мы выложили и отправляем материал на просушку время полимеризации у нас классическая стандартная две минуты мы сушим сейчас можно из подручных средств на таком не кипельно-белый но фон от подложки я распределю покажу вам цвет просто потрясающий блеск имеет очень красивый гель причем он очень классно смотрится как в варианте глянцевого покрытия видите основа призрачная очень-очень много красивого шиммера внутри присутствует более крупного более мелкого материал заслуживает внимания особенно в преддверии новогодних праздников причем их хочется у себя в арсенале вообще все иметь у нас планируется большое количество новинок гелевой системе в частности именно связи с этим я долгое время не выходила в эфир так как мы работали над созданием и выпуском новых продуктов в гелевой системе будет 4 новые новинки 4 скульптурные геля тоже божественно красивые которые выйдут 10 января новогодние праздники посмотрите тоже такой нежный нежный розово-розово-молочный оттенок сейчас еще пока сушится я покажу третий вариант и вот такой вариант с серебром тоже безумно красивые ну вот в новый год прям огонь причем классно смотрится как на натуральных ногтях своих то в качестве укрепления так и конечно наращивание наращивание чем длиннее тем великолепнее как мы знаем да то есть когда нам есть где размахнуться на большой длине и скажем так в полном объеме показать всю красоту переливов смотрится это действительно очень красиво материал я посушила сделала удлинение в зоне свободного края после чего я совершенно спокойно могу снять форму движением вниз форму я снимаю вот у нас удлинение свободного края и дальше мы уже приступаем к выкладке скульптуры по поверхности так как материал достаточно густой здесь можно технику сделать немножечко иначе и так как декоративные элементы присутствуют я сначала кистью ну такой достаточно тонкий слой вот определяю границу в зоне кутикулы кстати этот шиммер чем хорош то что конечно границы не такой четкой границы у кутикулы для клиентов которые подольше любят походить то есть нивелируется зона отрастания можно распределить блестки по всей поверхности ногтевой пластины и потом уже взять необходимое количество которое мы выкладываем в центре формируем стрессовую зону обращаю ваше внимание что за счет вот этого шиммера внутри нас линия гиппанихия на скажем так скрывается то есть явно явного перехода явной линии натурального ногтя и и конечно же нет смотрите гель достаточно густой поэтому самомоделирующие свойства то есть здесь не нет такого что вы выложили он сразу стал на место ему нужно помочь его нужно распределить можно также перевернуть центровать но акцент я ставлю на том что все-таки декоративные элементы абсолютно сто процентов утопают в текстуре геля и поверхность у нас получается все-таки глянцевая я развернула чуть-чуть подправила распределила в центре конус ноготок и теперь мы можем отправлять его на просушку так пока ноготок сушится там девочки задавали вопросы был вопрос по поводу монофаза сейчас секундочку по моему то что он желтит на по поводу того что желтит монофаз сейчас долистая давай еще просушим как раз подскажите пожалуйста ой извиняюсь подскажите пожалуйста почему монофаз желтит если его оставить прозрачным у меня вопрос вы оставляете монофаз просто наращиваете ногти и оставляете их прозрачными либо вы все-таки сверху покрываете цветом и при снятии цветного покрытия видите что монофаз желтит давайте давайте разбираться почему он у вас желтит ибо на фасли да то есть если например вы покрома в ногти монофазом оставляете их в прозрачном виде сверху носите прозрачный финишный материал да то скорее всего эта пигментация может в процессе эксплуатации происходить именно в топ то есть если например топ гель-лаковый то есть он пористый он может в себя впитать химический до кота реакция прийти впитать например цвет может немножечко зажелтить если это происходит в результате цветного покрытия то скорее всего цвет гель-лака может свой пигмент оставить на гелевом покрытии ну вот как бы два варианта на мой взгляд которые могут привести к пожелтению топ ультрашай ну странно ультрашайн это жесткий материал вообще вот честно говоря желтить не должен ни в каком варианте вот потому что он жесткий стекловидный то есть если бы это был текласс в принципе возможно да что какая-то пигментация пошла с ультрашай нам вопрос вообще возможно еще один вариант это выпад натурального ногтя да такое тоже может быть именно от влажности от выпада натурального ногтя может желтизна проявляться ну я думаю что такие варианты по крайней мере возможно привет привет кто присоединяется так ноготок мы смоделировали теперь мы его обезжириваем девочки в принципе можно работать и без опила вот если вы выложите знаете максимально аккуратно то работать без опила но еще конечно же быстрее работать с опилом мы такой сделаем минимальный опил я прохожу по торцу вы знаете достаточно долго продукт этот тестировали я его лично тестировала работала с ними на моделях ставили мы разную длину я носила его на себе и мне очень он понравился за счет своей универсальности за счет того что не требуется никакая подложка за счет того что у нас есть возможность сделать такое витражное моделирование то есть на самом деле у него очень очень много преимуществ ну помимо очень красиво визуально такого эффекта красивый очень блеск вот вот в общем то и все забила мы закончили вы знаете опиливать его по поверхности да у нас есть центральный продольный изгиб стрессовая зона наполнена видите я опилила у нас видна толщина торца в принципе выложили мы достаточно аккуратно и опиливать по поверхности особо смысла нет ну только время тратит поэтому моделирование с данным материалом может стать еще более быстрым особенно те кому актуальна скорость и сейчас в преддверии новогодних праздников и я думаю что максимально плотной записью мастеров скорость это конечно первое на что мы ориентируемся для того чтобы в новый год дальше уже мастер мог спокойно отдыхать посмотрите я сейчас шлифую по поверхности шлифую для того чтобы финишем покрыть так как я обезжирила посмотрите какой он красивым становится когда он матовый то есть в варианте матовым если добавить еще там по поверхности какой-то дизайн хотя материал сам по себе очень самодостаточный очень самодостаточный очень яркий такой выразительный праздничные в общем-то дизайна можно и не делать но если желание такое есть можно выполнить дизайн с какими-то элементами и оставить допустим часть ноготков матовых сейчас эти кстати себе на новый год если успею и будет у меня время хочу сделать оставить ноготь матовым а свободный край сделать линию френча просто вот глянцевым топом покрыть мне кажется что будет очень прикольно смотреться то есть такой вариант а а